Мечты сбываются, мы едем на Сахалин. Для чего нужно ехать на Сахалин? Этот вопрос мы задавали друг друга, готовясь к этой поездке. Теперь, побывав на Сахалин, я могу точно ответить на него. Творец, создавая мир, разным землю раздал щедрые дары. Одним красивое море, другим густые леса, третьим величественные горы. Когда дошел до Сахалина, то в волшебном мешке остались лишь крошки, зато всего подарил по чуть-чуть. Так гласит местная легенда. И ведь не поспоришь, если на Камчатку едут за первозданной природой, а во Владивосток за достопримечательностями и за праворукими машинами, то на Сахалине и придется выбирать. Все это остров может предложить в избытке. Итак, восемь причин поехать на Сахалин. И первая причина – это субсидированные авиабилеты. Стоимость билетов на самолет Москва-Южно-Сахалинск на 2023 год составила 25 тысяч туда и обратно с грузом 23 кг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Снасть на камбу, вон какая интересная Скоромыслица такая А это самодельные снасти? Снасти нет Покупные, да? То есть можно в магазине купить? Да Это ваше Одно и второе Тяжелые Выловленные Да Это мороженая селедка пойдет на насадку Да По весне селедка здесь идет Где-то в... В конце апреля Вот такими прям шматками? Да Ух ты А это просто соленое? Не-не-не Мороженое просто Она же даже с патраками Могу же опускать? Конечно Ну я просто опускаю и все до дна А вы умеете пользоваться вообще? Ну на морской рыбалке мы впервой Ну а так я думаю... Не, ну катушка это знаете как пользуется Без разницы значит надо вот Да, да, да 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 Ага Что ты взял? Понеслась у тебя? Да Перевернул Стой, ты думаешь что ты что-то поймал Понял, наверное, что-то не горел Может не подсекся Положение удочки легко идет Все, есть кто? А, бычочек? Ну покажи нам в камеру чуть повыше смысл Вот как резко сразу Вот как она Сразу и поймала Сашку поймал Вот так поднимать можно? Ну ни шё Опять Никогда такого не было И вот опять Отпускаем Она не поцарапается? Нет Это морская хрень с камнем Она сажала это все Это вообще что? Какая сажала? Тоже есть это? Это морская тварь Она к камню прилипла Живет на нем Из камня она не съела Я даже боюсь называть Это селедка Она не съела Она как балашечка Малюсенькая Кто так горбушу вытащил Наверное птички Потому что обклеван он все Поймал Гарбушу Вот так он и близится Османский дьявол Продолжение следует... Нормально ! Продолжение следует... Продолжение следует... Третья причина Третья причина – просто посмотреть, как живут люди на этом далеком и прекрасном от нас острове. Мы побывали в городах, таких как Южно-Сахалинск, Хомск, Харсаков и Невельск. Город Хомск находится на берегу Японского моря. Дорога от Южно-Сахалинска до него на автобусе займет около двух часов. Билет стоит 395 рублей. Население города – 25 тысяч человек. Он третий по численности на Сахалине. Когда Хомск принадлежал Японии, он назывался Майока. Здесь есть торговый порт, и с берега видно, как мимо приплывают корабли, которые перевозят машину и технику. Из Хомска можно посетить такие достопримечательности, как Чертов и Ведьмин мост. На них можно доехать самостоятельно, на электричке. Город Невельск – самый маленький городок в списке. Здесь проживает всего около 10,5 тысяч человек. На автобусе от Южно-Сахалинска сюда можно добраться примерно за полтора часа. Автовокзал тоже небольшой, закрывается вечером, поэтому билеты в обратную сторону стоит покупать заранее. Придвигаться по городу можно на автобусе. Проезд стоит 23 рубля. Главная причина, по которой сюда приезжают туристы – это лезвищ ушастых тюленей – сивучи. Это животные, которых называют северными морскими львами. Приплывают сюда весной и живут на волноразрезе недалеко от берега. Сюда организовывается экскурсия за тысячу рублей на катере. Десятки животных лежат на камнях, играют в море, ловят рыбу. А самцы устраивают драки за внимание самок. Да, большое. Вот тот катерок, который катается вдоль волонобоя, он повез туристов показывать сивучи. Сивучи там очень мало, там примерно в центре этого всего, фиг увидишь, короче. И там сидело штук 6, может, от силы. Сейчас почти все пострыгивали, остался то ли один, то ли два. Мы так приблизительно глазами видим и слышим, как он там ругается на этих ребят на катере. Вот, скажем так, платная услуга заключается в том, что тебя привозят на катере, вы пугаете этих сивучей и тебя возвращают на берег. Насколько мы слышали, тысячу рублей с человека берут. Но мы не поедем. Во-первых, их там мало, во-вторых, чего... В общем, зря не взяли коптер, можно было бы сейчас летать и все заснять вплотную. Оставили его в номере. Власти Невельска, видимо, жмут в каких-то иллюзиях, что к ним приедут Теслы заряжаться. Ну, ну пусть, пусть. Давыдовы купаются в Японском море. А, хорошо. Вода, кстати, очень теплая. Корсаков. Портовый город, самый легкодоступный из городов Сахалина. А автобусы, маршрутки ходят с Южно-Сахалинска каждые 15 минут. В Корсакове живут чуть больше 30 тысяч человек. Он находится на берегу залива Анива. Отсюда организуют морскую рыбалку, а также экскурсии. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok